Добрый день, уважаемые зрители! Сейчас мы поговорим с вами о технике дыхания, которая используется в айкидо, либо которая практикуется в айкидо для достижения центрирования всего организма. В предыдущем ролике я вам продемонстрировал, как нужно дышать животом. Сейчас вы можете увидеть, как дыхание делается в кимоно. Вы одеваете кимоно напротив своего. Завязываете пояс, как обыкновенно носите. Он вам определяет нижний дань-тянь, как я говорил в предыдущем ролике. Пожалуйста, первая стойка самая простая. Ноги на ширине плеч, чуточку согнувшие руки перед собой. И сейчас вы будете видеть, как я делаю вдох и делаю выдох, и при этом работает нижний дань-тянь. Внимательно, я делаю вдох. Итак, вы увидели, как работает нижний дань-тянь. Я забыл, отвлекся сказать, что когда вы согнули ноги в коленном суставе, чуточку присели, то немножечко ягодицы надо подпереть под себя, немножечко, где-то их поднапрячь, чуть-чуть. И, конечно же, сосредоточится весь ваш ум и весь ваш вдох и выдох, начиная с ноздрей, сосредотачивается на нижнем дань-тянь. Прошу заметить, не нужно представлять себе, что какие-то две серебряные нити входят с воздуха ски в ноздри, идут по позвоночному столбу, здесь закручиваются, здесь образуется какой-то клубочек. Я считаю, это ненужное, это лишнее. И это много сбывает умов людей, которые занимаются дыхательными упражнениями. Надумать можно все, что хотите, но вдыхаем, главное, реально почувствовать вдыхание двумя нострями и реально определить, какая часть нижнего дань-тянь в вашем рабочем состоянии. Итак, мы увидели, мы познакомились. Какие еще элементы тренировки в дыхательных упражнениях могут вам помочь в сосредоточении дыхания в нижнем дань-тянь? Очень простые. Допустим, это у нас стена. Вы становитесь, подходите на вытянутые руки, вот, приложите их плотно к стенке. Также у вас, опять же, стойка на уровне ширины плеч. Чуть-чуточку ноги вы, колено-суставы согнули, смотрите перед собой и сосредотачиваясь, надавливая на стенку, вдыхаете. Выдыхаем. 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 Это, пожалуйста, мы только что показали один из элементов работы дыхания в нижнем дань-тянь. Какие побочные эффекты могут вас преследовать при таком дыхании? Возможно, начнутся головокружения. Это говорит о том, что третья, третья, нижняя часть легких у вас не работала и вентилировалась так активно, как вы ее начали вентилировать с нижним дыханием. Почему? Потому что прежде чем научиться дышать нижним донтянем, надо научиться дышать диафрагмой. Когда вы это научитесь, вы свое дыхание будете опускать ниже, ниже и ниже и научитесь дышать нижним джимотом. Какие еще возможны классические варианты дыхания? Это представить, что перед вами столб в дерево, вы обняли этот столб в дерево, присели и то же самое вдыхаете то же самое подтянув под себя ягодицы немножко, то же самое делаем вдох и выдох. Сейчас покажем это с боковой части, смотрим внимательно то же самое позу в садниках, обняли дерево и вдох. Вот мы только что продемонстыковали дыхание, один из элементов дыхания. Можно ли практиковать дыхание, когда вы идете по улице? Да, можно. Это отдельная техника. Можно ли дыхание практиковать на единую точку? Да, можно. Но дыхание низом живота, повторюсь, и дыхание сосредоточившись на единую точку, это две большие разницы. Но тем не менее, эти разницы, когда вы соедините, вы получите колоссальный эффект. Эффект чего? Того, что вы сможете сразу же вдыхнуть животом и сосредоточиться на единый центр. То есть у вас образуется единое целое. Вот сейчас в данном случае у меня нет партнера, который бы показал вам, что он меня не сдвинет с места в таком состоянии. Почему? Потому что я и вдохнул, и сосредоточился. То есть никто не видит, как работает мой центр. Пожалуйста, вот почему. Мы очень быстро, мгновенно можем сосредоточиться в айкидо, да и в любом виде единоборства есть практикуем дыхательную технику. Если вы будете только практиковать физику, физику вам ответит и физику. Вот почему на сегодняшний день в айкидо очень много специалистов, которые обладают черным поясом, третьи, четвертые, пятые данные, но они не демонстрируют технику дыхания. Почему? Потому что это колоссальный труд и работа над собой. У нас убирает очень много времени, внимания, силы, и конечно же на это уходит очень множество времени. Какое время лучше всего дышать? Дыхательные упражнения лучше всего производить. Утром это с 6 до 8 утра и вечером с 5 до 7 вечера. В своей китературе, которую я буду презентовать скоро, я поведу, почему мы именно говорим это время. Спасибо за внимание. Всем, кому был полезен, пожалуйста, я рад был вам помочь. Кто не понял то, о чем я сейчас говорил или демонстрировал, почитайте пожалуйста внимательно литературу Мантыкчия «Железная рубашка» и вы поймете меня больше. И конечно за заключение хотелось бы сказать, те специалисты, которые не понимают что-то в дыхании, пожалуйста, не искажайте его, не пишите на свои сайты, что при таком дыхании возможно заработать геморрой. Я думаю это неверные выводы тех людей, которые просто-напросто невнимательно читали Мантыкчия «Железная рубашка». Слово «внимание» от слова «внимать», а не «рассуждать». Так что давайте мы будем поменьше рассуждать, а внимательно изучать то, что нам на сегодняшний день доступно. И реально это мы можем демонстрировать. В своих видео я демонстрировал тесты ГАИЧИ ТАХЕ, СИЛУКИ, ТЕХНИКО СОВЛЕЧЕНИЯ на единую точку и сегодня вам продемонстрировал дыхание животного. Спасибо за внимание.